Добрый день, дамы и господа! Мы с вами вместе продвигаем проект «Ни шагу назад» И тема нашего сегодняшнего с вами разговора Это вторая часть разговора о заблуждениях Мы чуть изменили формат на несколько дней По причине того, что у нас, так сказать, оператор наш занят В настоящий момент времени на работе Это никак не мешает поговорить с вами о второй части заблуждений Которые существуют относительно воинской системы Еще бы я хотел начать Это с выбора самого человека Большинство людей занимаются воинской системой Потому что они сами не могут объяснить Зачем они это делают Я слышал расхожее мнение Так получилось С точки зрения науки все объяснимо Но мы как раз хотим поговорить не о том Как объяснить Почему человек не может сам себе объяснить Почему он занимается воинской системой А мы хотели бы поговорить о том Почему так получается И что, в общем-то, с этим делать Вы знаете, я на протяжении своей жизни Длинная, короткая, как-то не важно Я общался с большим количеством людей Которые занимаются воинскими системами И большинство из них Либо говорят стандартные фразы Мужчина, воин Либо, так сказать, говорят о том, что Они пришли там совершенствовать тело и дух Третьи говорят, что так себя просто в форме держать То есть, всегда существует какая-то концепция Которая позволяет человеку Объяснить себе самому В общем-то, почему он Начал заниматься той или иной воинской системой От фактической причины Почему так Это очень далеко Отстоит как день от ночи И что вам, в общем-то, нужно знать об этом Во всем То есть, прежде всего, надо разобраться в себе Почему вас, или вам, или что вас толкнуло в объятия воинской системы То есть, это первый момент, о котором идет речь Чаще всего, человек не только не может себе ответить на этот вопрос Он не может себе ответить и на вопрос, самый важный А почему именно эта воинская система Ну, например Почему я занимаюсь каратэ Почему я не занимаюсь, например, джиу-джитсу, боксом, самбо и так далее То есть, по сути своей Большинство людей Даже не задумываются О том, почему они Займаются воинской системой с одной стороны А с другой стороны, они даже не задумываются Почему именно этой воинской системой Они занимаются Эти два вопроса для них как бы Исключенные, они понятны в силу того, что Уже они, к тому времени, этой воинской системой В общем-то, занимаются То есть, уже вопрос снят Они уже что-то там делают Поэтому, мне бы хотелось вам показать Что все, что вы делаете Должно быть осмысленным То есть, воинская система, она сама по себе Как необходимость Ну, сама Если ей необходимо Заниматься, знаете, не хочется А вот, ну, положено, необходимо Она, в общем-то, имеет Очень узкий спектр Как бы, означенностей То есть, ну, кому необходимо Заниматься воинской системой Ну, понятно, людям, которые с этим связаны по работе Да, то есть, бывает так, что Человек не занимался никакой воинской системой Или занимался там чем-то Ну, и тут У него возникает работа Или, как бы, деятельность Какая-то, которая требует У него занятия по работе Ну, вы понимаете Ну, например, там, человек пошел В полицию, да, там, на оперативной должности Здесь кое-что Нужно уметь В силу занимаемых должностей Да, то есть, бывает так Что большинство, как бы, людей Они Не По принуждению начали заниматься воинским искусством Там, в армии, там, еще где-то А по убеждению То есть, они считают, что вот Сила, да, какая-то Способность победить человека Любого перед собой Оно дает уверенность В жизни Отчасти это так То есть, это никто Спаривать как бы не станет Но Задать себе эти два вопроса То есть, зачем В этом Как бы занимаемся Почему именно это единоборство Вы выбрали Безусловно, нужно Почему? Потому что, по сути своей Большинство людей Пришло Заниматься Каким-то одним единоборством Например, там, дзюдо, да И им понравился как тренер, да Как мы говорили, да То есть Ничего не было Было вот так Это очень похоже, знаете ли На Такую интересную вещь Когда человек говорит Почему ты стал юристом Он говорит У меня Папа был там Кем-то И он у меня Мог поступить Только в один Как бы вулс Вот в юридический Отсюда и начался разговор весь С этого юридического факультета По причине того, что На самом деле Как бы Человек не собирался быть Никаким юристом Сам по себе У него были какие-то Другие планы Другие Предрасположенности Но Так получилось, что Чтобы получить высшее образование Он вынужден был стать юристом То есть И Такая ситуация Очень редко встречается То же самое Происходит и с В общем-то Человеком Который Я бы так сказал Пришел в спортзал Там вот Мы слышали В наших передачах Друг привел Мама привела Там еще что-то И Человек начал Как бы Заниматься Этой системой То есть По сути своей Что здесь Перепутано Здесь Перепутано Причина и следствие Между собой То есть Если человеку Нужно Справляться С определенными Задачами В жизни То у него Возникает Как бы Потребность В какой-то Воинской Системе И уже Под задачи Которые стоят Перед человеком Необходимо Выбирать Воинскую систему Большинство людей Делают Прямо наоборот Они сначала Выбирают Воинскую систему А потом Ее Логику Пытаются Применять Под все задачи Которые возникают В жизни В результате В результате Мы получаем Как бы Диссонанс То есть Одни задачи Разрешены А другие Задачи Становятся Неразрешены Соответственно Человек начинает Искать У него возникает Поиск И поиск Этот может Длиться Годами Одно единоборство Потом второе Потом третье Четвертое Пятое Шестое И Вот этот Поиск Попытка Добавить Свою Логику Еще Какой-то Логике Которая Решала бы Ту или иную Задачу Мы же просто говорили Когда-то В одной из программ Что есть Вещи совместимые А есть вещи Несовместимые И если мы говорим Винчунь И Айкидо То есть Вещи между собой Совместимые А у них и стойка Одинаковая И так далее И так далее То У Других Систем Типа Бокса И карате Они двигательно Между собой Несовместимы Соответственно У нас Будут Вопросы Двух Контр-логик То есть Мы будем Скажем так Две логики Которые у нас существуют Будут бороться между собой И пытаться выяснять Какая же из логик правильная Как бы В результате Мы ничего не реализуем Ничего не решим Как бы И продолжим вот этот длинный поиск В области единоборств Между собой Поэтому Что я хочу порекомендовать Сначала Необходимо Очертить Спектр задач Которые Перед Вами Будут стоять А уже потом Выбирать Единоборство Так сказать Которым Вы собираетесь С кем позаиматься Если уже так получилось Что вы уже Каким-то единоборством Так сказать Занимаетесь То Упражнение номер один Для вас будет такое Вам необходимо Взять Своё единоборство Которым вы занимаетесь Взять Две колонки И расписать Сильные Слабые стороны Этого Единоборства В чем Сильные Слабые стороны И Как только У вас появятся Эти две колонки Вам Необходимо будет Искать Компенсацию То есть Компенсационную Систему Которую бы Слабые стороны Вашего Единоборства Ликвидировали Так Те задачи Которые Перед Вами Стоят И вот это Очень важно Я вчера провел Второе Практическое занятие Мы с вами Снимали Психологическую Зависимость От страха Получить По лицу И Вы Должны Посмотреть И первое Занятие С ножом И второе Занятие С ударами В голову Там Вся модель Расписано Этих ударов В голову И Завтра Мы с вами Проведем Следующее Практическое Занятие Которое Будет Касаться В общем-то Захватов Будет Захватов Мы Боимся Помните Мы говорили о том Что Нас схватят И бросят Или ударят Мы Хватаем Когда боимся Что нас ударят Чтобы Чтобы Не дать Возможность Противнику Нанести Удар Реакция Не такая Незаметная И редкая Как вам Кажется Если вы Проанализируете Уличные поединки Которые записаны В интернете На видео Вы увидите Что Хватают Достаточно Часто Это Еще один момент Вчера Я у себя В аккаунте В фейсбуке Выложил Видео Которое Вам должно Дать Тоже Очень интересный Отчет О том Что вы Сами Напоминаю Один большой Толстый парень Как бы Бился Против Даже драться не хотел Против Такого Мачо 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 В майке В наколках Так вот Этот Мачо Он Подготовленнее Чем тот Как бы парень Видно Чем то занимался Боксингом И так далее Так вот Он ударил Что то Н Количество Как браться Можете посмотреть У меня в фейсбуке В аккаунте А Толку от этого Что Никакого То есть Он нанес Достаточно большое Количество ударов В разные части Тела этого человека При этом Он его Ну Никаким способом Не повредил То есть Не вывел из строя Не Послал Нокдаун И так далее Парень Бил Бил Как в боксерскую грушу Этого человека И так Не добился Никаких результатов В результате Человек сел в машину И уехал При этом Он там все время кричал Кумон бой Махал руками Как бы При этом Засовывал ему Следующий Следующий удар Но при этом Как человек стоял На ногах Он так и продолжал Так вот В чем здесь проблема Об этом мы с вами будем разговаривать Когда мы будем изучать удары Как бы Руками И ногами Почему Человек Получает Достаточно сильный удар Остается на ногах А вы не можете произвести Нокаутирующего Действия Большинство людей Как бы Уже Писали на эти темы Ну Как вы понимаете У меня есть собственная Точка зрения По этому Как бы Вот И если вы Пожелаете Вы будете иметь честь Точку зрения Как бы Выслушать Потому что я видел Много передач В России На Украине Люди говорили о том Что Вообще На просторах В Европе Я даже в Америке Слышал Несколько передач О том Как нанести Нокаутирующий удар Честно сказать Может То что они говорят Отчасти верно Но к нокаутирующему удару Это все не имеет Никакого отношения Вот Ясно Да Вот Поэтому Я с вами до завтра Прощаюсь И Мы продолжим Наш разговор о заблуждениях КОНЕЦ КОНЕЦ